Здравствуйте, друзья! С вами Джон Клюкер, да благоволит к нам Господь. Давно я что-то влогов не записываю, как-то забросил это дело, решил как-то все-таки войти обратно в режим. Я, помню, частенько влоги, кстати, записывал, потому что это, в принципе, самая простая идея контента для видео. Но если захотите создавать свой канал, допустим, Иван Петров, мой блогик Иван Петров, и, пожалуйста, там свои влоги. Я уже как-то говорил это на трансляции. Можете каждые три часа влог выпускать. И YouTube он любит, когда, вот, если вы будете видео загружать постоянно и периодично. Как вот, ну, я уже долго в YouTube, свыше десяти лет. Это как бы вначале, да, вначале как бы немножко там для вас мои знания, что я в YouTube знаю. Потом, да, я потом расскажу, что я хочу сейчас, ну, о чем влог-то будет. Просто я хочу для вас поделиться, ну, вдруг захотите там создавать свой контент. Да, то есть чаще, ну, допустим, если есть возможность, ну, три видоса в день. Потом, да, сбавить как-то, может, обороты, там, один видос в день. Потом, ну, влоги, да, можно каждый день по видосу. Или, почему вот я говорю, там, три видоса в три часа можно, но периодично. Потому что, как бы, это влог о вашей жизни, да. Хоп, ну, если вы захотите под дневничок такой, бложик, мой бложик. Ой, можно, мой бложик, дневничок там, типа того, что три часа прошло, хоп, сняли там, вот, то, пятое, десятое, что там произошло. Может, какая-то встреча с людьми, может, какой-то интересный случай из жизни. Все, ваш зритель всегда найдется, у вас наверняка есть какие-то друзья, можете поделиться со своим, ну, новым каналом. Что, вот, создали канал, если интересно, подпишитесь, будете смотреть о моей жизни, так, в интерактиве таком. Вот, ну, это ладно, я просто это завел эту тему, то, что, как бы, блог, да, это такая вот простая тема для ведения блога на ютюбе. Вот, о чем я сейчас буду рассказывать. Вчера был на стриме, человек, я не помню, под каким ником, но предложил, он говорит, что да, людям, зрителям нравится, когда что-то разыгрывается на прямых, ну, прямых трансляциях. Вот, ну, я пошел искать, там, это, у меня есть кружка, такая, в виде этого, в виде, как бы, бетончика молока такая, ну, она такая, прям, эксклюзивная. Я на ней еще тогда делал, ну, это, как бы, для этого мерча, я там делал гравировочку такую, клюв к листам. Но я ее вчера не нашел, нашел вот такую фляжечку. Ну, это фляжечка с историей. Я вчера и замерил, кстати, сколько она миллилитров туда, ну, как сказать, вмещается. Туда вмещается 125 миллилитров жидкости. На ней написано 4 ОС. Не знаю, сейчас зеркалка, наверное. Да, зеркалка. Ну, короче, 4 ОС. Можете в интернете глянуть, сколько это значит. Неживейка, вот, пробочка такая, не потеряется здесь такая штучка. Я ее вчера помыл на трансляции, соды их тщательно там. Внутрь ни разу там никакие жидкости не наливались. Ну, вчера вот наливал воду из-под крана. У нас вода из-под скважины. Чтобы вылить уже в мерку, чтобы понять, сколько она миллилитров, ну, вмещает эта фляжечка. Сама история. Я курить бросил в 2008 году. Да. И почему да, я решил, я буду все параллельно, будет как-то смешанно, все снято. Но буду, да, потому что чай остывает просто. Ну, вода остывает, вообще, как бы я решил влог записать из-за того, что кофейку сейчас хочу попить. И вот у меня такая еще кружечка есть, экспедиция. Небольшая, да, тут, ну, тут грамм, наверное, 200. Вот я ее сейчас тоже с содой помыл, все. Это получается, вот даже вода чуть-чуть, это, это получается такая, как бы двойная, вот если видите, толщина какая. То есть это колба и внутри колба, и тут, как бы, получается воздух там. И когда кипяток сюда наливаешь, ну, многие, я думаю, знают про такие кружки, внутри сохраняется длительно напиток горячим, а сверху можно даже без ручки. Просто вот так берешь, и тебе, ну, не будет обжигать пальцы, потому что там вот эта воздушная прослойка. Кофе вот такой буду сейчас пить. Сейчас я ложечку кофе, сейчас, подождите. Просто, да, видите, сейчас, пока я буду ту историю рассказывать, у меня кофе остынет. Кофе. Да, вот, кстати, вот этот стаканчик, кружечка такая, она вот под кофе, по, как сказать, по миллилитрам, ну, в принципе, идеально. Обычно же кофе не пьет какими-то большими кружками. Вот, я знаю, что вообще есть маленькие такие кофейные какие-то чашечки, есть какие-то классические. Вот, сервисы у мамы кофейные есть и чайные. Ну, как бы, по миллилитрам, возможно, одинаково, что вот чашечки, если померить кофейные и чайные, одинаково. Вот такой звук. Да, я, как бы, предчувствую вопрос, когда елку снимете. Елку мы снимем после китайского Нового года. А сейчас мы, в данный момент, радуемся красоте этой елочной. То есть, вот, елочка очень красивая, хочется прямо, вот, смотрите, она мне вот не надоедает. Маргарита, моя жена, старалась, украшала елочку здесь, украшала, у грибабаса елочка тоже есть. Так что мы, как бы, хотим вдоволь, зрительно, как бы, насытиться этой елочкой. Ммм, горячий, горячий, да. Кстати, сахар еще надо будет купить, 0,5 килограмма в этих кубиках. Нету сахара. Это, как бы, я сказал своей жене, да. Сейчас это, пару этих, возьму печенек овсяных, они такие сладенькие. И кофе зайдет хорошо со сладкими овсяными печеньками. Вот, то есть, у меня, как бы, вчерашний день как-то с металлической посудой связан, сегодняшний день тоже как-то вот захотелось ее отмыть. А, здесь были такие складные ручки такие, как бы, проволочные. Тут, если присмотреться, возможно, вы увидите эту сварку. Точечная сварка, вот она. Вот. Видите, четыре точки вверху и четыре внизу. И там, как бы, такие ручки, как бы, гнутая проволочка. И она, как бы, если складываешь, что она проволока обволакивает вот этот стаканчик. А если раскладываешь, что, ну, она получается, как рукоядочка такая, из двух частей. Да, ну, в общем, дальше об этой фляжке. История, да. Ей, ну, прилично лет. Я ей не пользовался. Но она уже, как бы, лежала. То там ящики, то там ящики. Знаете, примыкание металла к металлу. Там может тоже патина образоваться. Ну, короче, я вчера ее почистил. Так она, в принципе, нормально выглядит. Видите, она не поцарапанная, ничего. То есть, ну, видно, что она новая. Вот. И как она мне досталась? Я бросил курить в 2008-м. Но, получается, значит, она мне досталась до 2008-го года. Ну, мое предположение, где-то 2006-й год. Я тогда, да, курил до 2008-го года. Там разные сигареты пробовал. И вот как раз золотую Яву тоже покупал. И там раньше были такие, как бы, розыгрыши призов. Ну, и вот я решил так, на дурничка, так сказать, поучаствовать. Вдруг повезет. Ну, и как бы повезло, я вот эту фляжечку выиграл. Там что-то надо было написать. И, как бы, вот пришла эта бандероль с этим. Я, как бы, даже не ожидал. Нифига себе, выиграл в конкурсе. И вот эта фляжечка пришла. Да, там логотип вот этот. Золотая Ява. Ну, сейчас зеркалка, да. Внизу надпись, что вредно курить. Там туда-сюда, в общем. Вот, я нашел, да, вот этот приз. И решил вчера разыграть. Шкалу 1000 рублей. То есть, ну, фляжечка она недорогая. Такая. Ну, просто она со своей такой историей. И, как бы, чтобы участвовать в розыгрыше, 50 рублей минимальных. Хоп. Кто-то донат посылает. Допустим, Иван. 50 рублей послал. Да, и надо в сообщении, как бы, написать. Не как бы написать, а свой или ВК, или свой, ну, электронный адрес. Потому что, сейчас вы поймете, как розыгрыш происходит. Все. Шкала набирается 1000. А я пишу, да. Допустим, Иван первый послал. А он захотел не 50, а 100 рублей. Значит, у Ивана два билета. И вот первое, да. Первое число. Ну, вот первый по списку Иван. Я две бумажки, значит, делаю с цифрой 1. Допустим, потом, допустим, посылает Петр. А он, допустим, послал 50 рублей. Значит, одна бумажка с цифрой 2. Потом, допустим, третья послала... Лариса послала. Ну, допустим, она послала там 200 рублей. Третья. Значит, Лариса это... Так, 200 рублей. Четыре бумажки с цифрой 3. То есть, как бы, получает 4 билета. Да, когда шкала закрывается, все эти бумажки складываются, ну, в такие, как бы, в квадратики, в общую емкость. Перемешивается это все на прямой трансляции. Все вы видите глазками. Как бы, ну, рука туда... Ну, все при вас происходит. Никакого обмана, какого-то там подтасовки. Ну, не может быть. Вы все это в прямом эфире видите. Как бумажки там складываются туда. Да, это, может, долго займет, ну, как бы, времени. Но это будет как-то интересно, опять же, зрителям прямой трансляции. Как бы, вот, понаблюдать, как розыгрыш происходит. В принципе, кому-то может вот такая фляжечка за 50 рублей достанется. Чего, неплохо, блин. Я ее сам высылаю. Ну, это по России, да. По России. Вот. Вот такая вещь. Ну, такой вложек сегодня я заснял. Да, вот, кофе пью. Она уже сейчас подостывает. Я к чему, да. Если захотите, да, участвовать, приходите на прямые трансляции. Я, как бы, там инструкцию сейчас уже напишу, постараюсь, чтобы было понятно, там, ну, будет там у нас опции в прямых трансляциях. И я там напишу, там, инструкция, как участвовать, как вот эти билеты, что я вам сейчас рассказал, как это все, что надо именно в сообщении, в донате посылать свой адрес, чтобы понять, с кем общаться. Ну, допустим, вы выиграли, ваша цифра там, цифра 2, Петр, он 50 рублей за донат. Все, он победитель. 2 вытащилось. Все, я смотрю в сообщении, в донатах, там это все остается в истории донатов. Смотрю его ВК или электронный адрес. Он мне пишет свой адрес на почту. Ну, я или ему на почту. Ну, сначала, да, на почту я ему пишу. Если он вдруг будет отсутствовать на прямой трансляции, я ему на почту пишу. Вы выиграли. Напишите свой адрес для отправки вам приза. Все, он пишет мне адрес, я иду на почту, посылаю ему приз там, ну, там, типа вот, вот этот приз, кружка там вот есть еще. Буду ее тоже разыгрывать. Там еще, может, что-то интересненькое найду, буду разыгрывать. Ну, такие небольшие конкурсы по 50 рублей, думаю, нормально. Ну, по 50. Да, по 50 пусть будет. Просто, если какая-то дорогостоящая вещь, то, как бы, будет долго набираться вот эта шкала. Ну, и отправка, естественно, за свой счет получается, да. Вот. Такой влог сегодня. Кофе пью. Сейчас уже буду сейчас макать. Суп мягкий. Ну, можно не макать. Они, кстати, мягенькие эти печеньки. А можно макать, если хочется, чтобы они прям, как бы, макаешь и тают во рту они. Ммм, видите. По погоде у нас, да, сегодня у нас получается четверг, 25 января 2024 года. Ну, по погоде я сейчас прям буквально сейчас не смотрел, но было ноль. Где-то такая вот нулевая температура. Но печку затопил, потому что мы ее вчера походу вообще не топили. Вчера не топили, да, вот сейчас вот я затопил. То есть, в принципе, зимой дрова экономится, если вот на улице ноль. То есть, не особо там часто надо топить. Протопил разок, так копы хватает надолго, да. Если меньше, минус десяти, больше, то есть, минус десяти, то тоже топить надо почаще. Ну, то есть, чем холоднее на улице, тем чаще топишь котел, чтобы отопить дом. Все, друзья, спасибо за внимание, что смотрели. Всем хорошего настроения. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok